Я думаю, что не только нам интересно участие, но и нашим партнерам из Белоруссии, из других стран, из стран СНГ, потому что сотрудничество имеет свои глубокие традиции и составляет немалый процент. И просто взаимодействие способствует, чтобы еще более расширить это сотрудничество для взаимовыгодных условий. Я думаю, что все такие мероприятия влияют. Во-первых, могут еще раз лицо с лицом увидеться партнеры. Во-вторых, можно услышать насущие проблемы, которые, может быть, поседневно не замечают или некогда и негде их высказать. И поэтому наше присутствие здесь, Министерство транспорта, на самом высоком уровне. Так что мы стараемся выслушать, стараемся прислушаться и стараемся создать как можно благоприятствующие условия и такие стратегические, как эти стратегические проекты, Реалбальтика, Виалбальтика, так и преодолению некоторых формальных, формальных излишек, которые не способствуют сотрудничеству. Беларусь, так как, конечно, как и Литва, мы находимся на транзитном пути и нам целесообразно совместно использовать это. Мы движемся к сотрудничеству, улучшению сотрудничества, я бы сказал, и к созданию окна, окно западной и восточной системы. То есть железная дорога, о которой говорили, порт, который сможет в эту систему вписаться, и это расширивает возможность. И еще, конечно, не хочу сказать 3G, 4G, 5G, но именно информационная интеллигентность сообщения. Это завтрашний день, с которым работаем сегодня. С 1 по 3 октября. 13-я международная специализированная выставка и конгресс «Транспорт и логистика». Минск. Футбольный манеж.